Наверное, все любители инди-игр в той или иной степени минималисты. Но про себя это я точно могу сказать. Помню, как много лет назад размышлял над концепцией игры, действие которой происходило бы в одном единственном помещении. Само собой, процесс предполагал бы невероятную вариативность и кучу постепенно раскрывающихся секретов и двигателей сюжета. И вот в августе 2021 года выходит игра Twelve Minutes, которая опирается, по сути, на те же основы. Нет, это не уникальный случай. Лаконичных камерных игр в целом хватает. Но эта новинка захватила всеобщее внимание. За счет стильной картинки, интригующей подоплеки в виде временных петель и звездного актерского состава на озвучке. Короче, Twelve Minutes, что называется, хайпануло. А вот заслуженно ли? Попытаемся сейчас разобраться на Stop Game.ru. Главный герой возвращается домой, его встречает жена, они усаживаются ужинать. Домашняя идиллия прерывается вторжением лысого здоровяка, который называет себя полицейским и обвиняет супругу в убийстве ее отца, совершенном аж 8 лет назад. Хорошая новость, вам легко удается выйти из столь щекотливой ситуации. Плохая новость, выходите вы из нее лишь на несколько минут, так как оказываетесь во временной петле, раз за разом запускающей события злосчастного вечера. Сброс происходит после смерти протагониста, в случае, если он пытается покинуть квартиру, ну или просто по прошествии времени. Получается такой очень тесный, но в достаточной степени детализированный полигон для попыток разобраться, что же, черт возьми, происходит. Ну или произошло. 12 минут интригует. Тайм-лупы, конечно, уже неоднократно использовались в произведениях массовой культуры, как интерактивных, так и не очень. Но все же есть ощущение, что тема не успела набить оскомину, и в ней еще имеется простор для высказываний. Плюс подкупает основательный киношный подход, который избрал автор игры Луис Антонио. Тут вам и полноценные титры в начале с приятным обволакивающим саундтреком, и ковер прям как в сиянии Кубрика, и мощный каст. В озвучке были задействованы Дейзи Ридли, Уильям Дефо и Джеймс Маковой. Последний, правда, не осилил сценарий игры, сославшись на его невероятные объемы, что лично мне видится явным лукавством. Ну да ладно, такие профессионалы могут выдавать нужные эмоции, не разбираясь особо в материале. Однако штука в том, что так же стремительно, как игра захватывает игрока, она его и разочаровывает. Начнем с того, что с геймплейной точки зрения 12 Minutes оказывается банальным point-and-click квестом, причем не в лучшем его проявлении. Нужно брутфорсить игру, перебирая всевозможные комбинации предметов, взаимодействий и диалоговых фраз в попытках отыскать заветный триггер, который позволит продвинуться дальше. Конечно, тут нет невероятных приколов из 90-х, когда для отключения силового поля нужна была надувная женщина, но все же алгоритмы, мягко говоря, не всегда очевидны. Хоть это и не главная проблема местного геймплея. Беда в том, что вам, кроме поиска нужных действий, еще приходится постоянно, раз за разом, повторять то, в чем вы уже уверены. Представьте, что в каком-нибудь классическом квесте вам на условной десятой по счету локации нужно сделать что-то. А если это что-то сделано будет неправильно, то вас отбросит на первую локацию, и вам снова придется проходить весь путь, слушать те же диалоги, применять те же предметы, чтобы попробовать в итоге что-то другое. Несомненно, у 12 Minutes есть неплохой запас вариативности и свободы, позволяющий игроку отвлечься. Попробовать другой маршрут с самого старта петли, спрятаться в шкафу, убить жену, съесть десерт в одну харю. Но все же, когда вы вроде бы уже нащупали возможное решение, естественно, у вас появляется желание его докрутить. Вот игра и скатывается в репетативность. Не скатывай меня! Адепты авторских методов могут сказать, а вдруг таким образом Луис Антонио заставляет игрока сопереживать персонажу? Типа и тот мучается, оказавшись во временной ловушке, и игрок в схожей ситуации раздражается из-за постоянных перезапусков. Окей, возможно. Ловко он это придумал, я даже сначала не понял. Вот только это не делает геймплей менее всратым. Следующим столпом игры, начинающим шататься под напором внешних обстоятельств, является ее кинематографичность. Магия быстро выветривается чисто из-за технических нюансов. Анимации персонажей рваненькие, слишком жестко стыкуются друг с другом, а наибольшее недоумение вызывает работа с коллизиями. Части тел регулярно оказываются там, где им быть не следует, проходят сквозь объекты и двери. Трупы, насколько я понял, вообще перестают восприниматься игрой как что-то физическое. Поэтому убийца, прогуливаясь потом по дому, может еще пару раз наступить сквозь распластанное тело. Тяжело наслаждаться профессиональной актерской игрой, когда глаз цепляется за все вышеперечисленное. Возникает резонный вопрос. Как можно было это допустить, учитывая, что здесь три основных персонажа, три комнаты и крайне ограниченный набор объектов? Ну, как бы не киберпанк, да? Еще одна претензия к повествованию будет более субъективной. Речь о невероятно увесистом рояле в кустах, который вываливается на сцену в финале 12 минут. Само собой, спойлерить не буду, поэтому выскажусь общими фразами. У меня возникло стойкое ощущение, что шокирующий вот этот поворот вводился в игру только для того, чтобы он там, в принципе, был. Луис Антонио как будто изначально сидел и думал. Ох, как же хочется сделать что-нибудь такое, чтобы в финале у всех крыши сорвало. Чтоб как в бойцовском клубе или пиле, или олдбоя. И в целом, клево же. Почему нет? Кто из нас не любит майндфаки в конце повествования? Вот только проблема в том, что здесь майндфак присутствует лишь ради майндфака. Он толком не работает на сценарий, он не раскрывает персонажей, он не отвечает на приличное количество вопросов, которые витают в голове по завершении прохождения. Более того, он даже добавляет странные сюжетные бреши, которые у меня не получилось залатать даже после того, как я посмотрел все возможные концовки и эпилоги. А их тут несколько, да. С другой стороны, смотрите-ка, это порождает домыслы, теории, предположения. Вы можете почитать статью на Катаку с авторской интерпретацией событий игры, где нашлось место таким выражениям, как психосексуальные образы, и где открывается двойное, тройное дно, или сколько их там. Тяжело считать, когда все что угодно можно назвать дном. Ну то есть, все же прекрасно знают те аналитические видосы про кино, у всех фильмов Гая Ричи единый сюжет, однажды в Голливуде не то, чем кажется, ну и так далее, где умные люди занимаются копанием в смыслах и рассказывают о том, что все не так просто, о том, что мы, рядовые зрители, упускаем. Так вот, 12 Minutes как раз предоставляет простор для подобной деятельности, но уже на поле видеоигр. Но вот же ирония. Тот самый автор с Катаку, который серьезно подошел к восприятию игры, от души нарефлексировался по поводу того, что главному герою приходится накачивать жену таблетками и пытать людей во имя своего спасения, все равно остался недоволен, посчитав 12 Minutes претенциозной пустышкой, творящей жесть ради жести. Тонкие материи, конечно, о которых можно спорить. А вдруг в этом и есть ценность? Не знаю, сомневаюсь. Поэтому и назвал претензию субъективной. Суть же в том, что в 12 Minutes и без того хватает очевидных проблем. Проблем, которые подталкивают к следующему выводу. Маркетологи сработали отлично, а вот разработчики не очень. Раздражающий игровой процесс, технические шероховатости и скомканная развязка задавливают все положительные черты проекта и делают его проходным для подавляющего большинства игроков. Ну а тем, кому триллер зашел, предлагаю сильно не расстраиваться. Вы на одной волне с Кодимой, которому 12 Minutes очень понравилось. Гении, как обычно, тусят где-то на другом уровне восприятия. Субтитры подогнал «Симон»